Вашим вниманием главным тренер сборного клуба «Волгарь» из Астрахани Юрий Газаев, Юрий Фрозонович. Первым делом поделитесь с вами впечатлениями о матче, а потом продолжайте. Во-первых, сначала не о матче, а о том, что в трёхочках две команды друг на друга. Думаю, что для Факева и для нас игра имела значение, или ты приближаешься, или не отпускаешь, или в общем-то далеко отпускаешь команду относительно далеко. Поэтому безусловно я могу сегодня сказать, если по игре, ну и поле. Поле, слово-словно. Мне кажется, здесь поле надо работать, ноги вязнут, и как-то сложно. И ваша лёгкая команда, наша достаточно лёгкая команда такая и осложняет игру. А так, ну, надо было организоваться, надо было быстро атаку играть, надо было припотерить то, что говорили вверху. И какие-то эпизодически получались, но сегодня больше надо сказать, я вам сказал, что вот эта игра, она выбрана на характере, в духе таком. Это, может быть, не хватало на содержание, и в какой-то, может быть, мере и охраняли то имущество, которое получили один мяч. Но охранять нужно контроль. За счёт контроля охранять нужно соперник. Соперник, естественно, дома, и болельщик такой, которого я давно не видел, и как будто в старые добрые времена по окунулся, что только здесь можно услышать, в общем-то, когда свою команду подгоняют по-настоящему, и такого преданного болельщика. Поэтому я считаю, что здесь и футболисты бежатся легче. Естественно, хотели отыграться, а наши играли в защите организованно, но были возможности для атаки, которые не всегда получались, хотя вот одна из атак привела и к удалению, и к возможности забить мяч. В целом, если удовлетворение будет, то надо результата будет удовлетворённым, но, наверное, сегодня он важнее был. Содержание в лицо обычного команды гораздо привлекательнее и увлекательнее, но я, конечно, говорю, что, наверное, очень хотели выиграть, и вот это хотели, в основном, в общем-то, роли сыграли. Сыграли то, что все мере забыл выиграть. А так, безусловно, когда в первом круге в нас играли, и команда очень сложно начала ваши турниры, и Паша был в расстроенных чувствах, я сказал, у вас и по народу команда хорошая, и вы, безусловно, подниметесь, и вы, если таблицу на тот период перевернут, то вы должны быть где-то значительно выше. Ну, видите, как, наверное, к радости болячка, действительно, команда сумела много игр выигрывать, и сегодня, но уже, считаю, так, между срок понятно, что хочется больше, чем в стыке. Ну, и мы, в общем-то, обновили немножко команду, и, обидеть, говорят, во время этой приходит, и, безусловно, хочется попробовать себя, если даже не выйти, но хотя бы попробовать сыграть эти самые игры с командами, например. Ну, что, найдёмся мы друг другу конкуренты, конкуренты. Ну, по-доброму, я очень симпатии в городу отношусь к команде, и для меня всегда говорил, что это один из городов, где хотелось бы, чтобы команда, по-настоящему, была крепкая, и команда примерно. Чего я вам ожидал в итоге? Впечатление. Благодарен очень ребятам за ту игру, которую они сегодня показали. Явно результат не соответствует то, что происходило на футбольном поле. Факел сегодня ни при каком обстоятельстве не заслуживал этого поражения. Игра проходила практически всю игру под нашу диктовку с огромным территориальным преимуществом, с огромным игровым преимуществом по количеству созданных моментов. Честно говоря, я за свою футбольную практику, наверное, впервые такое происходит, что не забили мы туда порядка пяти мячей, которые должны были забивать с площади, варут штангой, всё что угодно. Как и заколдованный, но вратарь сыграл неплохо у них. А так, конечно, по осознанным моментам, всё, но никак не заслуживали мы этого поражения. У них одна атака с рикошетом, мяч в собственные ворота, и футбольная фортуна явно сегодня от нас отвернулась. Ну, я ребятам благодарен за отношения, за желание показать футбол. Печально то, что, извиняюсь перед болельщиками, что последнюю домашнюю игру мы очень хотели выиграть эту игру. Облагодарю болельщиков за ту преданность и за ту поддержку, которая была на протяжении всего сезона. В чём причины? Тут вот коллега Ваш немножко про поле тяжёлое сказал. В чём причина того, что своё не забей? Или это не фарт, или что-то другое? Ну, если бы поле было не такое тяжёлое, то, наверное, у нас ещё больше преимущества было в связи с тем, что у нас атакующая, быстрая команда, техничные ребята. Здесь, конечно, это поле немножко нивелировалось, потому что я сказал, дух вы ещё. Ну, я думаю, ещё раз повторяю, бывает такая причина простая, простая, что мы не забили, ну, вы сами видели, сколько моментов мы не забили в первом тайме у Касьяна, в упор с трёх метров, во втором тайме сколько моментов, всё, мяч с нами по линии как раз и всё. Причина в этом не реализация тех моментов, которые мы создали. И, опять же, несчастье, удар, он даже не в штор ворот шёл, удар, рикошет и мяч в наших воротах. Владимир Владимирович, ну, вот очевидно, что команда хорошо играет на встречных курсах, когда вот такая, мяч налево, мяч направо. Во втором тайме соперник встал возле своей штрафной, в общем-то, показалось, что в позиционной игре факел менее искушён, чем в штрафной. Ну, я, доля истины в ваших словах есть, единственное, я не могу не согласиться с тем, что во втором тайме соперник стал всей командой обороняться. Они с первых минут всей командой отходили назад, в лучшем случае у них один Алхазов остался впереди, 9 человек у них постоянно находилось в обороне. Всё, и мы понимали и знали, и готовились к такой игре, что они будут насыщенной обороной, уповать на два фактора. Стандартное положение и быстрая атака. И то, что вы сказали, да, мы более искушённая команда в быстрой атаке, но здесь сегодня в позиционной атаке, если бы не было создано такое количество моментов, можно было говорить о том, что мы не смогли вскрыть эту оборону. Но при таком количестве моментов, всё, мы её вскрыли, просто мы не реализовали эти моменты. Я просил ребят, и мы понимали прекрасно, что они, будут 9 человек обороняться, просил ребят всю игру перевести во фланги, и оттуда должны были прострелы идти. И, собственно, это особенно ярко выражено, это было во втором тайме. Я говорю, это просто несчастье, бывает, такое бывает. Это поражение просто категории несчастья произошло. Не более того, мы переигрывали в Волгарии по всем статьям. Тоже вопрос, который был после предыдущей встречи с КАМАЗом. Заболотного, может быть, всё-таки с начала второго тайма, если вы говорите, что с флангов всё-таки бороться... Мы рассчитывали на это, выпуская Заболотного, что усилить давление, вот именно давление в штрафной площади, потому что вы видели, что в Волгарии практически второй тайм они играли в штрафной площади, практически. И на это рассчитывали, снимая... Не поздновато он... Ну, как поздновато, 20 с лишним минут игрового времени было, плюс добавленное. Но с добавленным временем, у судьи явно видно, с секундомером что-то, при том количестве замен, которое произведено, мы три замены сделали во втором тайме, да, и команда соперников, все четыре. Это уже три с половиной на каждую замену, на каждую замену. А всё то, что с травмами происходило, ну, он минимум минут 10 должен был добавлять. Ну, он принимает решение, может, у него с хронометражем плохо, всё возможно. Но вы, кстати, несколько раз вставали, то есть какие-то эмоции были по судейству, да? Ну, эмоции у меня были, сейчас мы посмотрим, конечно, эмоции всегда есть. Эмоции у меня были, ну, как ребята, я привык ребятам верить. Вот сейчас в раздевалке говорят, что в моменте, когда выносился мяч защитником, он выбил рукой его, выбил рукой, это либо пенальти, ну, пенальти, это пенальти, пенальти. Вопрос есть, Рылов, опять же, я верю игрокам, он сказал, что контакта вообще не было, он красную карточку показывает на последней минуте, он вообще его не трогал, он показал, что упал, ну, надо смотреть, я говорю, это, это мой, может быть, эмоциональный фон такой всё, ну, то, что есть вопросы, и много вопросов, всё, ну, вот, по компенсированному времени, тут даже, наверное, школьник легко посчитает, сколько нужно добавлять время, да? И при тех огромных паузах, тактика мелкого фола, да, мы всё прекрасно понимаем, тактика мелкого фола, вратарь три минуты лежит, любой стык, они лежат, баллони наменяли, лежал там всё, и каждый стык лежат, ну, это, это, ну, 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 никак не пять минут, и при таком огромном преимуществе всё, возможно, по этому добавленному времени, если бы было оно компенсировано как положено, возможно бы, ну, это из-за области предположений моих так всё, но преимущество огромнейшее было, они оборонялись все в штрафной площади всё, ну, будем разбираться, будем анализировать, сейчас главное ребят успокоить всё, потому что они очень сильно переживают, успокоят всё, через три дня у нас игра со сложным перелётом, с переездами, всё, поэтому нам нужно достойно закончить чемпионат, хотя, что касаемо тех игр, которые мы провели в этой части чемпионата, я командой очень доволен, и по результату, и по отношению, и по игре. Игра в Манеже предстоит, в Красноярске, как-то будете, вот, иначе, чем к обычным матчам готовиться? Ну, здесь можно было готовиться, допустим, мы закончили эту часть, и первую игру начинаем мы где-то в Манеже, тогда можно было готовиться, а здесь, ну, как мы будем готовиться? Ну, в обычном режиме, нам сейчас нужно психологически ребят восстановить, и физически восстановить, физически, через два на третий, на синтетике, игра в закрытом помещении, это очень сложно, я знаю-то, как сложно в Манеже играть, в Манеже играть, я был главным тренером Урала, мы играли несколько игр в Манеже, там и дышится совсем по-другому, очень тяжело, очень тяжело, и хозяева, конечно, будут иметь в этом компоненте большое преимущество, потому что они там тренируются, они, специфика и покрытия, и отскок, и то, что касаемо воздуха, все, команды просто задыхаются в таких условиях. Ну, будем готовиться, будем стараться показать тот футбол, в который мы играем, мы будем играть от своей игры, строить игру от своих сильных сторон. Спасибо. К великому сожалению, к великому сожалению, вот на искусственном поле у нас очень сильно выглядит со своей техникой, со своей переключением скоростей к уровню, но к великому сожалению, он получил травму, и сейчас из-за сборную, наверное, не сможет. А что у него? Коленный сустав, скорее всего, там связка повреждена. Быстрый технический Рылов получил у нас красную карточку, он будет пропускать игру, и тут есть уже, есть и с составом уже проблемы. Хотя, собственно, глубина состава есть, но на синтетике они бы быстро, технично, они бы имели больше шансов показать качественную игру ребят. Мы будем готовиться, будем исходить из того, кто есть у нас на сегодняшний день в наличии.